Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Сегодня, поскольку понедельник, и мы открываем неделю, я проведу для вас в 16.00 по московскому времени вебинар. Параллельно также будет еще и стрим в телеграм-канале. И те, кто знает, те, кто не знает, отмечу, что перед тем, как начать его, мы предложим вам несколько тем на выбор, чтобы ту тему, которая вас больше всего интересует, вы бы ее проголосовали. И на основании этого мы приняли решение, какой контент вам необходим сегодня. Соответственно, следите за постами в рамках в течение этого дня. Будет возможность отдать свой голос. Друзья, ну что ж, начинаем мы эту неделю с довольно неплохого настроения, потому что, ну, во-первых, я уверен, что вы провели эти выходные замечательно, как и ожидалось. А во-вторых, мы, наконец-таки, получили то, что хотели от рынков в моменте по тем тенденциям, которые были необходимы. Низкий поклон и большое спасибо Джером Баулу, который на симпозиуме в Джексон-Холле, в принципе, отработал так, как было нужно продавцам доллара. То есть, очень много было сказано про то, что происходит с американской экономикой в моменте, с рынком труда, с инфляцией. Очень много было сказано про риски ковидного характера. Все это он завернул в довольно неоднозначные фразы относительно того, что в связи с этим будет происходить с монетарной политикой дальше. Но мы с вами как бы зрим в корень, читаем между строк и, наверное, даже на основании реакции доллара в пятницу можем прийти к выводу относительно того, что ФРС не так уж и близок к решению, которое предполагает первый этап ужесточения американской денежно-кредитной политики. Первый этап – это этап, который касается программы количественного смягчения. Так вот, ФРС, возможно, даже если и отважится на корректировку действующей программы количественного смягчения, объем которой составляет 120 миллиардов долларов в месяц, это произойдет не раньше ноября, может быть, даже под закрытие 2021 года. Чтобы далеко не отходить от доллара, давайте поговорим о нем чуть подробнее. Индекс доллара 92.61, 91. Это было бы слишком круто. Но я думаю, что все начинается с малого. В данном случае мы сделали шаг в сторону именно развития нисходящей тенденции. Нужно сейчас закрепляться ниже планки 92.50 и идти к уровням уже под 92. До пятничной конференции Паула было опубликовано несколько отчетов. Это личные доходы, личные расходы. Зеркальная статистика – личные доходы выросли на 1,1% с прошлого значения 0,2. Личные расходы прибавили всего лишь 0,3% с прошлого 1,1%. То есть, фактически, даже на основании этих отчетов можно сделать выводы, что деньги у американских потребителей есть, просто они их не тратят. Почему? Возможно. Правы были те, в том числе и мы, друзья, что распространение штамма дельта в американской экономике – это вот этот риск, который снова заставляет потребителей откладывать, в том числе и расходы, которые предполагают покупку товаров длительного пользования. И, честно говоря, та статистика, которую мы разбирали в последние 2-3 недели – это первичные заявки на пособие по безработице, заказы на товары длительного пользования, Мичиганский индекс, личные доходы, личные расходы, роничные продажи – это те данные, которые заставили нас несколько больше времени уделить именно макроэкономическому анализу и обдумать, будет ли ФРС на основании таких данных решителен в тех действиях, которые предполагают сокращение программы количественного смягчения. Поэтому, я надеюсь, вы помните, перед тем, как состоялось выступление Павла на симпозиуме, я бы означал два риска. Это рост количества заболевших, что не может остаться без внимания, в том числе для американского регулятора. И то, что эта статистика уже влияет на то, что происходит с американской экономикой, хотя бы в вопросе касательно потребительской активности. Поэтому лично мне было более чем логично услышать от Павла то, что мы услышали. Павла отметил, что рынок труда действительно прогрессирует, но прогрессирует распространение инфекции. Программа количественного смягчения – это тот самый инструмент американской денежно-кредитной политики, который создает благоприятные условия для экономики. И при этом он не стал развивать эту тему, но мне кажется очевидно, что раз программа количественного смягчения – это одна из причин того, что американская экономика более-менее по темпам экономического роста показывает достойные, солидные значения. Значит, когда на дни нависли такие риски, как потенциальное ухудшение экономической оптимизации из-за ковида, значит, лучше эти условия сохранить. Ну и по срокам, друзья, Павелл не комментировал ни октябрьское заседание, ни последующее, не обозначал конкретных дат, когда ФРС может сделать этот шаг по сокращению программы количественного смягчения. Ну а поскольку мы помним, что ранее американский регулятор много раз давал нам понять, что заранее подготовит нас к любым решениям, которые предполагают ужесточение монетарной политики, я опять же делаю еще один вывод, что в ближайшие 2-3 месяца и, соответственно, заседание Федрезерва это вряд ли произойдет. Поэтому по факту выступления Павла мы увидели, как снизилась доходность американских трежерис и на основании того, что просили 10-летки, индекс доллара начал расти. Золото, которое мы с вами покупали с целями 1825, снова принесло хорошую прибыль. В частности, 1823 хай был, сейчас откатили до отметки 1815, но смотрим на позиционирование по доллару, смотрим на такой бэкграунд фундаментальный, который тянется с пятницы, смотрим на доходность американских трежерис и вообще на тот фон, который сейчас есть, в том числе и с ковидом, в том числе и с геополитической напряженностью в Центральной Азии. Все это располагает к тому, чтобы золото пользовалось спросом. Индекс настроений также указывает на то, что скорее вверх, друзья, нежели чем вниз. 1825 и выше 1840-1850 это цели на ближайшие недели. Поскольку снизился американский доллар, я пересмотрел свое отношение к рисковым активам рынка Форекс. Мы их долго не трогали, ни евро, ни фунт, ни канадца. В частности, сейчас по европейской валюте котировки 1.1805. И я думаю, что если ничего не изменится в рыночных настроениях, пара евро-доллар начнет целиться на уровень 1.19-1.1950. Американский фондовый рынок S&P 4.507 пунктов. Я вас поздравляю, друзья. Мы закрыли одну из самых прибыльных сделок этого года. Ну, если не считать индекса NASDAQ, который также принес больше 10% прибыли без плеча. Долго мы ждали эту планку 4.500. Я думаю, что сейчас можно немного расслабиться и не торопиться урвать сверхприбыль, потому что коллекция также может развиться довольно-таки быстро. Отдохнем. Некоторое время от фонды будут новые сделки, я расскажу. Новозеландец. Вот единственный риск, который я пока что держу в коротких позициях, ну, точнее, жду срабатывания отложки, это по Новозеланду из-за ковидного. Вопросы, темы из-за роста количества заболевших и действующего локдауна четвертого уровня. Последствия не заставят себя долго ждать. Все это аукнется для новозеландской экономики, отсрочит перспективу ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому здесь нужно ловить, опять же, то потенциальное падение, которое может развиться в любой момент. И рынок нефти, сделка «Байстоп» с уровня 72.30. Ранее мы пытались поймать на снижение актив, но до наших отложек рынок так и не добрался. И интересная ситуация. В прошлый понедельник мы открывались с «Форс-мажора» на тоже Мексиканском заливе, на одной из мексиканских нефтедобывающих платформ, который поддержал цену на нефть. Сейчас мы говорим о «Форс-мажоре» в виде урагана Ида, который настолько мощный, что умудрился изменить течение реки в Миссисипи. Поменять его вспять. Последний раз такое было при Катрине. Ждем отчеты о последствиях для нефтебуровых, нефтеплатформы в Мексиканском заливе. Но то, что рынок нефти ранее был заряжен, на этом новостном фоне подрасти, я думаю, что с этой темой мы еще поработаем. Поэтому здесь скорее также вверх, нежели чем вниз. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!